Ну а сейчас я, уважаемые телезрители, вам представляю моего гостя, который уже занял свое законное место гостевое. Александр Люкшин, путешественник и организатор клуба вольных путешественников КЛМН. Добрый вечер. Вообще, когда речь идет о самостоятельных путешествиях, а мы говорим о самостоятельных путешествиях все-таки за рубеж нашей страны, всегда речь идет о том, что на этих путешествиях, в общем, можно сэкономить. Вот вы, как человек опытный, подскажите, на каких же позициях вообще можно экономить, когда ты путешествуешь самостоятельно? Все зависит от того, насколько важен для человека комфорт и как много у него времени. Это практически пропорционально тому бюджету, который он может выбрать. И со всей уверенностью могу сказать, что можно путешествовать, затрачивая от 0 рублей и в среднем в месяц до 30-50 тысяч рублей, в зависимости от того, как много человек передвигается, как много он хочет посмотреть достопримечательностей. И, соответственно, зависит от того, где он кушает, где он спит, как он эти свои потребности удовлетворяет. Ну, хорошо. Давайте тогда начнем с самого главного. Когда мы отправляемся к путешествия, мы планируем перелет, да? Скорее всего. Вот на перелете как можно сэкономить? Я понимаю, что есть масса сервисов, где можно оставить свою заявку. И если будут дешевые билеты, тебе приходит на телефон или по интернету какая-то, значит, ссылочка, обратка. И ты понимаешь, что вот есть скидки. А еще какие-то, ну, может быть, маленькие тайны, которыми вам приходится пользоваться? Ну, для меня лично правило основное – это покупка авиабилета примерно за полгода. То есть, заранее понимая тот месяц, в который хочется осуществить поездку, начинаешь мониторить по разным информационным ресурсам, оставлять заявки. И это всегда дешевле. И, естественно, акции у авиакомпании, они происходят также сезонно. И также рекомендую использовать сайты не только российские и российских авиаперевозчиков, но также и местные в зависимости. Вот, например, ходите вы в Японию, пожалуйста, вы можете зайти на сайт Japan Airlines и оставить там заявку в поиске, и вам будут приходить предложения. То есть, местные и локальные. Ну, они тоже какие-то есть дочки, какие-то лоукостеры и так далее, да? Да, безусловно, лоукостер – это очень такое правильное слово и нужное для самостоятельного путешественника. Например, если вы хотите полететь в Исландию, опять же, вам не стоит смотреть перелет из Москвы, а лучше посмотреть его из Европы. Это будет гораздо дешевле. Ну, вот многие путешественники говорят, что если вы хотите оказаться, например, на юге Франции, абсолютно не обязательно лететь сначала в Париж, можно прилететь, например, в Швейцарию, оттуда добраться – это будет гораздо дешевле. То есть, надо смотреть, как можно добраться подешевле, может быть, через какую-то третью страну. Да, и, естественно, ну, тут можно эту тему долго говорить, но вкратце нужно просто потратить несколько часов своего времени в интернете, и вы обязательно найдете нужный вам перелет. Ну, вот сейчас наверняка сидят телезрители своих экранов и думают, ну да, конечно, вот человек легко ему говорить, он наверняка знает не один иностранный язык, ему это проще. А вот если вот возникло такое желание жгучее, да, попутешествовать самостоятельно, можно ли прийти к вам в клуб, а я напомню, нашим телезрителям называется он клуб вольных путешественников к ЛМНФ, и просто, ну, что называется, в такой непосредственной беседе задать вот душесчипательные вопросы, которые волнуют человека? Хороший вопрос. Наш клуб, он изначально был сформирован как некая площадка, которая объединяет людей, имеющих опыт самостоятельных путешествий, причем очень расширенный спектр. То есть у нас, например, были встречи с Андреем Королевым, известным путешественником, которые на велосипедах 2000 километров проехали по Тибету, есть встречи на какие-то красивые острова, в Европу, ну, то есть более 40 стран и очень много разных опытов. И те люди, которые к нам приходят в клуб уже три года, они как раз черпают вот этот опыт, и на встречах у нас, естественно, задаются вопросы герою, любые интересующие вопросы. То есть вы не скрываете информацию, с удовольствием делитесь? Ну, мы наоборот призваны для того, чтобы передавать опыт максимально расширенных, разнообразных путешествий и туристических, да, там, в горы, по рекам, и в том числе просто в разные страны. Ну, я была на выставке, которая была посвящена Индии, как раз после вашего путешествия. Мне было очень интересно, ярчайшие фотографии, очень интересный рассказ. И вот тогда я поняла, что даже у опытных путешественников, в смысле из вашего рассказа я поняла, есть какие-то моменты, которых вы все равно не ожидали, да, и все равно приходится, ну, что называется, намеченные пути каким-то образом корректировать в связи с обстановкой. А вот есть ли какой-то, ну, я не знаю, там, сборник таких заметок путевых, где их можно почитать? Ну, у нас есть вот книжки Антона Кротова, известного путешественника, у него есть такая книжечка «Практика вольных путешествий». Я проводил тренинг по самостоятельным путешествиям и хочу его доводить до совершенства, скажем так, где дается система, как раз то, о чем вы говорите, тех заметок и тех советов из практики, благодаря которым человек в любом возрасте может приехать в любую страну и обеспечить себя необходимым едой, транспортом, информацией, достопримечательностей вне зависимости от бюджета. И вот эта информация, и вообще у нас в клубе мы призваны давать ту информацию, которая позволит людям вот эти барьеры, которые есть, язык, допустим, отсутствие опыта, в принципе преодолевать. И очень многие люди, они после наших встреч отваживаются в первый раз, уезжают, одна поездка и все. Человек уже никогда не пойдет ни в какое-то турагентство, потому что самостоятельное путешествие – это принципиально иной способ познания мира и других стран. Ну вот вы правильно говорите, что для всех возрастов понятно, что в основном это молодые люди путешествуют. В основном все-таки да, то есть готовые там в хостелах, ночевать в людях и так далее. Люди, которые уже такие статусные, им, конечно, хочется большего комфорта. И тем не менее в этих путешествиях есть один несомненный огромный плюс. Это ты познаешь не внешнюю сторону страны, а ты общаешься с людьми, непосредственно видишь, как они живут. И если тебе хочется познавать мир именно с этой точки зрения, то, конечно, самостоятельные путешествия – это лучше. Безусловно, у каждого есть свой выбор в зависимости от того, зачем человек едет. Что он хочет. Ну просто побыть в одном месте спокойно на берегу моря, и ему ничего не нужно более. Если человек хочет узнать страну изнутри, пообщаться с местными жителями, да, и в том числе, поверьте, видел очень много мест, где приезжают отдыхать богатые статусные, к примеру, британцы, европейцы, где, ну так вот сравню, да, та же цена, как в Демитково, да, известное у нас место, но, например, в Лаосе вы за эту же цену будете жить просто во дворце, в шикарном, да, в своем маленьком там доме. Ну я думаю, что сейчас все, наверное, сидят и думают, как же в Лаос попасть в прекрасную страну, в прекрасный дворец. Завтра, значит, у вас состоится еще одно сборище вашего клуба, и будет рассказ, посвященный экспедиции к земле Франца и Иосифа. Ну это вообще, конечно, что-то невероятное, ледокол. Я хотела бы посмотреть на людей, которые стремятся на север, видимо, придется прийти. Спасибо вам огромное, Саша, и я думаю, что завтра наверняка новые члены вашего клуба появятся, чтобы узнать. Мы будем рады. Спасибо еще раз огромное. Ну а мы продолжим буквально через секунду.